Девушки отдыхают Актриса не так много снималась в кино, как могла бы, но те фильмы, в которых появлялась Татьяна Доронина, в том числе картины «Три тополи на плющихе», «Старшая сестра», «Еще раз про любовь» зрители пересматривают с удовольствием и сегодня. Однако сердце ее почти безраздельно принадлежало театру. Она была любимой актрисой, Георгия Товстоногова, сотрудничала с Андреем Гончаровым, но отдельная часть жизни Татьяны Дорониной, МХАТ имени Горького, которому она отдала больше 30 лет жизни. Актриса любила и была любима, но сегодня она вынуждена жить не в собственном уютном гнездышке, а в доме престарелых. А после того, как ее уволили с поста художественного руководителя театра, она перестала общаться даже с друзьями. Почему звезда кино и любимица публики осталась в одиночестве и стала затворницей, далее в нашем ролике. Татьяна родилась в Ленинграде в простой рабочей семье. Жили Доронины бедно, ютясь в скромной коммуналке, зато в любви и взаимопонимании. Мама будущей звезды терпеливо ждала мужа с войны, а когда тот вернулся инвалидом и не подумала бросать избранника. Супруги провели вместе 60 лет и все это время уважительно называли друг друга на «вы». В школьные годы Доронина занималась самодеятельностью и с упоением читала Куприна и Тургенева. Рано определившись с будущей профессией, восьмиклассница записалась на прослушивание в школу-студию «МХАТ». Девушка с блеском прошла три тура конкурса, но когда в Москве выяснилось, что у нее еще нет аттестата, пришлось возвращаться в Ленинград. Окончив школу, абитуриентка снова отправилась в столицу, и на этот раз ее приняли в ряды студентов театрального вуза. Доронина училась на одном курсе с талантливыми молодыми людьми – Евгением Евстигнеевым, Олегом Басилашвили и Михаилом Казаковым. Так что и первая любовь не заставила себя долго ждать. На втором курсе Доронина закрутила роман с выходцем из интеллигентной московской семьи Олегом Басилашвили, а к окончанию вуза влюбленные сыграли скромную свадьбу. Первая проблема возникла у супругов сразу после выпуска. Татьяну звали в труппу столичного театра, а вот Олега приглашали в Волгоград. Ради мужа актриса отказалась от перспективной возможности и поехала в провинцию, чего Басилашвили, по ее мнению, не оценил. Дело в том, что вскоре актера пригласили в Муром на съемки фильма «Невеста». Когда жена приехала в гости, то обнаружила в предоставленной Олегу квартире еще двух артистов – мужчину и женщину. Пробыв в компании один вечер, Доронина заключила, что у Басилашвили интрижка с коллегой. Пикантность обстановки была очевидна, она наполняла, являлась атмосферой нечистой комнаты. Непохожесть Олега на себя была очевидной и стесняла его самого. Клеймо с названием «Все дозволено» Олег носил, еще стесняясь, не чувствуя изнутри, не понимая серьезности болезни, которой он был заражен. Двусмысленные взгляды актера, цинизм его юмора усугублялись ласковостью ко мне актрисы. «Ласковость трусливой суки, которая боится, что ее выгонит, а главное, имеют право выгнать», – писала о ситуации Доронина в книге «Дневник актрисы». На следующее утро Татьяна собрала свои пожитки и уехала домой. В Волгограде обнаружилось, что она беременна, но как теперь было рожать, если в сердце зрело сомнение? Да и карьеру пришлось бы надолго оставить, актриса мгновенно приняла решение об аборте и пожалела о нем, только когда узнала, что ждала двое. «Я совершила первый страшный грех, который не прощается», – признавалась спустя годы Доронина. Однако брак актеров эти события не разрушили. Вскоре супругов взяли в Линком, где Доронина прославилась благодаря спектаклю «Фабричная девчонка». После премьеры артистку заметил и пригласил в БДТ Георгий Товстоногов. Молодая женщина в простеньком платье не побоялась поставить именитому режиссеру условия. В театр она перейдет только вместе с мужем. Пораженный смелостью и дерзостью Татьяны, Товстоногов согласился. Но вскоре супруги все же развелись. Татьяна не смогла забыть ту измену мужа. Талантливая актриса недолго страдала от одиночества. Ее внимание привлек театральный критик Анатолий Юфит. Расписываться в ЗАГСе влюбленные не стали и без штампов прожили вместе три года. Разошлись артистка и профессор по необычной причине. Поговаривали, что Юфит попросту не встретил Доронину с гастролей. Вскоре на горизонте возник драматург Эдвард Радзинский, ради которого Татьяна бросила БДТ и укатила в Москву. В период брака влюбленные достигли высот в творчестве. Вдохновленный музой Радзинский написал пьесы «Приятная женщина с цветком и окнами на север, и она в отсутствии любви и смерти». Адаронина блистала на сцене МХАТа и дважды получала звание актрисы года за роли в «Старшей сестре» и «Трех тополях на плющихе». Когда страсть угасла, супруги расстались без драм и сохранили дружбу. Четвертым мужем звезды стал актер Борис Химичев. Состояли в браке с 1973 по 1982 год. С новым избранником актриса познакомилась в театре. «В наших отношениях доминировала она. Меня это держало в напряжении. Скорее всего, я был не в состоянии обеспечить ей ни душевный комфорт, ни профессиональный масштаб», вспоминал о тех отношениях Химичев. К слову, в этом браке тоже могли бы родиться дети. Но Татьяна Васильевна не решилась рожать. «Уверен, что сегодня Татьяна Васильевна сожалеет о том, что у нее нет детей», – признавался четвертый муж. В начале 80-х Даронина сделала свою пятую попытку построить семью. На этот раз мужа она выбрала не из артистической среды. Нефтепромышленник Роберт Тахненко был соседом актрисы «Подача». Роберт старался во всем угодить жене, но в итоге этот брак рухнул. Вероятно, потому что главной страстью звезды оставался театр. В кино она начала сниматься в 1956 году, но всегда относилась очень избирательно к своим ролям. Главной любовью в ее жизни всегда оставался театр. Именно ему она была всегда предана. Наверное, именно поэтому и осталась в результате Татьяна Васильевна одинока. Ее страсти просто не хватало ни на что, кроме работы. С 1987 года она была худруком и директором МХАТ имени Горького. Но в 2018 году ее назначили президентом театра, а фактически сделали свадебным генералом без права руководства. Новый художественный руководитель Эдуард Баяков полностью отстранил Татьяну Доронину от возможности оказывать влияние на кадровую политику и репертуар, и народная артистка почувствовала себя буквально выброшенной на обочину жизни. Она полностью закрылась в себе, перестала общаться с родственниками и коллегами, отказывалась давать интервью и вообще как-то контактировать с внешним миром. Поначалу Татьяна Васильевна жила в своей московской квартире. Она не общалась с коллегами и журналистами, но зато стала постоянным и очень дисциплинированным пациентом медиков. Она старательно следила за своим здоровьем, периодически проходила обследование и ложилась в больницу. При этом все рекомендации докторов соблюдала в точности. Некоторые актеры все же находили возможность поговорить с Татьяной Дорониной, они утверждали, что после своего отстранения от руководства актриса находилась в подавленном состоянии, близком к депрессии. Однако она не позволяла себе ни на минуту расслабиться, боялась показаться проигравшей. Это только зрители думали, будто Татьяна Доронина – человек мягкий и уступчивый. На самом деле у нее есть стальной стержень внутри, который позволял ей уверенно руководить таким сложным организмом, как театр. Она знала обо всем, что происходило в МХАТе, не упускала из виду мельчайшие детали, умела оперативно реагировать и принимать довольно жесткие решения. Даже в свои 90 лет она остается очень сильным человеком. Когда Татьяна Доронина перестала сама справляться с бытовыми проблемами, она переехала в санаторий Барвиха, пребывание в котором обходилось ей в весьма серьезную сумму, назывались цифры от 700 до 900 тысяч рублей в месяц. Но в стоимость при этом входило и питание, и санаторное лечение. Зимой 2022 года актриса заразилась ковидом и была госпитализирована, у нее было поражение легких, достигавшие 25%. А еще врачи боролись с эмоционально нестабильным состоянием своей знаменитой пациентки. По словам Татьяны Дорониной, она провела в стационаре почти две недели и была очень довольна, даже говорила, будто попала в рай. После выписки актриса вернулась в Барвиху, и тогда несладко пришлось всему персоналу санатория. Как известно, Татьяна Васильевна привыкла повелевать людьми, а после перенесенного ковида она часто капризничала и требовала к себе повышенного внимания. К тому же у нее начались проблемы с ногами, требовалась сиделка, потому что в обязанности медсестер не входил персональный уход за тяжело больными людьми, да еще и такими характерными, как Татьяна Доронина. Но она не хотела жить ни с кем в номере. А снимать отдельный для помощницы в столь дорогостоящем санатории было все же довольно накладно. Спустя три месяца после того, как народная артистка вернулась из больницы, сотрудники учреждения, обслуживающие президента МХАТа, попросили руководства либо позволить ему уволиться, либо как-то решить вопрос с Татьяной Васильевной, потому что никак не находили с ней общий язык. К счастью, к радикальным мерам прибегать не пришлось. Осенью 2022 года множество изданий с возмущением стали писать о том, что народная артистка Татьяна Доронина переехала из санатория в дом престарелых. Завесу тайны над переездом президента МХАТ имени Горького раскрыл нынешний директор и художественный руководитель театра Владимир Кехман. Как выяснилось, еще летом при содействии мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина актрису перевезли в геронтологический центр, предоставив ей двухкомнатный номер с собственной кухней. Условия в центре немногим скромнее, чем в Барвихе, но и пребывание здесь стоит в несколько раз дешевле – порядка 200 тысяч рублей в месяц. Здесь за Татьяной Дорониной ухаживают сразу несколько медицинских сестер, у которых есть опыт ухода за маломобильными пациентами, а за состоянием актрисы следят врачи, в том числе узкопрофильные. Татьяне Васильевне ежедневно делают массаж и проводят восстановительные процедуры, в том числе по израильской методике. У центра прекрасная репутация и есть подтвержденные случаи, когда возрастные пациенты, приехавшие сюда в инвалидных колясках, начинали ходить.